Приветствую вас. Помочь вам может подход с двух сторон, двухсторонний подход к вашей проблеме. Первый подход связан с определением того, что для вас значит эта ситуация. То есть ситуация, при которой вы тянете свои дела, не выполняете их вовремя, простинация, что она вам дает? Что она несет с собой для вас? Какое значение, какие цели вы реализуете через нее? Ну вот вы говорите, что в детстве ваша мама просила вас, значит, отвезти сестру в ясли, значит, вы делали это в последний момент. То есть уже тогда вы своего рода противоречили тому, что от вас хотят. То есть вы не делали то, что нужно. Почему? Возможно, считали, что на вас слишком много вызваливали. Возможно, считали, что для вас слишком много ответственности. Возможно, думали, что на вас слишком давят, и вам не хватало свободы, не хватало личного, так сказать, пространства, личной организации того, что вы делаете, или вы привыкли, что вами постоянно управляют, вас постоянно указывают, что делать, а сами вы без влияния извне их не можете ничего сделать. То есть с этим вот нужно разобраться, подумать, что несет вам ваше поведение, что вы получаете. И вот этого себя, того, что вы получаете в этой ситуации, в этом поведении, себя лишите. Тем самым, лишая себя от того, что вы получаете в данном поведении, вы достепенно переходите ко второму подходу. Подход, который определяет и дает, предоставляет вам необходимые средства для того, чтобы все-таки делать вещи вовремя. Это волевая регуляция. Волевая регуляция раскрывается через два момента. Поиск мотивов, то есть придание смысла того, что вы делаете. Набор, можно сказать, коллекционирования смыслов, целей того, что вам нужно сделать. Ну, например, написать нужное письмо. Вы имеете четкое представление о том, для чего вам это нужно делать. Для чего вы должны написать письмо. Или для чего вы должны прикладывать свой талант. Или еще что-то. Чем больше смыслов будет в вашей деятельности, причем, чем больше смыслов будет для каждой конкретной цели, тем больше шанс того, что вы сделаете то, что нужно. Потому что вы будете понимать, насколько это важно. Из-за того, что, возможно, вам постоянно указывали, что делать, вы сами ощущение важности того, что делаете, не осознаете. Нужно в себе это прививать. Нужно в себе это развивать только через поиск мотивов. Следующий момент касается внимания. То есть, проблема заключается в том, что вы отвлекаетесь. Вы не удерживаете в центре своего внимания, в фокусе, то, что нужно вам сделать. В противном случае, вы бы, я думаю, легко бы это все сделали. Значит, речь идет о тренировке, удержании в центре внимания того, что вам нужно сделать. Это достигается путем оперантного научения, то есть, стандартной процедуры формирования навыка, путем повторения, повторения, повторения того, что вам нужно сделать, и, как следствие, закрепление этого навыка в вашей памяти тела, в вашей моторной памяти. Для начала начните с листка бумаги, то есть, положите его перед собой и старайтесь думать только о нем. Не позволяйте никаким мыслям не браться к вам, не позволяйте никаким мыслям ослекать вас, не позволяйте никаким посторонним делам, там, целям, каким-то отвлекающим факторам завлечь вашу внимание. И вот, а сколько можете, думайте только о листке белой бумаги. Далее, когда вы это сделаете, то можно переходить на более высокий уровень. То есть, речь идет о том, чтобы переходить на более сложные предметы, например, стакан воды, например, ну, что-нибудь еще, например, ваза, там какой-то предмет, который бы был посложнее. И тем самым вы учитесь удерживать внимательно. Вот, когда вы сможете полчаса, например, думать только об одном и не отвлекаться ни на что, да, можно говорить о том, что ресурс для удержания в центре внимания того или иного предмета, того или иной цели у вас появился. И теперь можно приступать к выполнению задачи. И последний момент, который мне бы хотелось вам дать, это момент такой. Если действие не требует от вас, ну, скажем так, творческого подхода, то есть, это репродуктивная задача, на которую отвечает типовое решение, вы можете создать для себя вовне фактор, который помогал бы вам облегчить свою задачу. Это может быть музыка, это может быть звон, это может быть какое-то действие. То есть, по сути, это внешнее средство закрепления необходимости совершить какое-то действие. Конечно, к нему лучше не привыкать. И лучше будет, если вы станете чередовать эти факторы. Ну, например, послушали музыку там, скажем, пару, ну, не пару, может быть, пару недель. То есть, да, вот, например, включили музыку, начали заниматься чем-то. Если вы включите музыку и начнете заниматься, вам на первых барах поможет та самая регуляция, о которой я сказал ранее. А дальше, вы, включая музыку, уже с вами будете испытывать потребность заниматься каким-то делом. То есть, внешний фактор поможет вам облегчить начало деятельности. А потом лучше его отменить, выбрать какой-то другой фактор, например, это какое-то движение, например, там, легкая разминка, что-нибудь еще, чтобы действовало по тому же принципу. И чтобы вы не привыкали. И тогда вам будет легче выполнять то, что от вас требуется. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку по ногу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok